Эксклюзивная, яркая, удобная одежда своими руками от и до. В таких нарядах каждая девочка чувствует себя особенной. Именно поэтому Анна Бабленкова все свободное время посвящает шитью под чутким руководством профессионала в школе юных дизайнеров. Занятия у нас довольно долго длятся, за них мы успеваем и порисовать, и отдохнуть немного, пошить, покроить и так далее. Но сейчас я занимаюсь костюмом, который мы показывали. Сейчас мы будем создавать для него воротник из фатина и также уже полностью соединять на машинке шорты наши и добавлять туда резинку. Любая модель сначала рождается на листе бумаги, затем черно-белые образы наполняются цветом, к ним подбираются ткани. Сейчас девочки трудятся над созданием коллекции в стиле Hello Kitty. Большие производства, они не берут маленькие заказы, и они пошли нам навстречу, потому что мы готовим коллекцию международного конкурса. Мы сохранили все-все-все, даже ее ошибочки. Это все равно такая милота. Создание дизайнерской вещи – процесс небыстрый. Придумать, построить выкройку, правильно перенести ее на ткань и раскроить специальными ножницами. У каждой швеи, у каждого дизайнера, у каждого портного есть свои ножницы, которые он не доверяет никому. Вот эти ножницы Ольга использует только в исключительных... Я только демонстрирую. Только демонстрирую. Но нам дали попробовать. Сейчас почувствуем, какие они. Вот он, этот хруст волшебный. Готовые детали сметывают вручную. Самые простые стежки девочки тщательно отрабатывают и изучают. Когда мы шили дома, мы еще не ходили сюда, у нас получалось не очень, потому что мы не знали. Даже самый простой сметочный снежок мы не понимали, как делать. Но раньше я думала, что шить это так просто, иголку вставил, пошел и у тебя уже готово платье. Нет, это оказалось по-другому. И перед тем, как положить все на сверенную машинку, нужно много трудиться. Так рождаются настоящие дизайнерские вещи. Фатиновые оборки на спортивном костюме, смешение стилей, одним словом, креатив. Дизайнер Ольга Уварова занимается этим более 25 лет. Говорит, учится чему-то новому каждый день. Теперь передает накопленный опыт своим ученикам. Им еще очень важно смотреть, какие приемы, какие технологии, какие новые ткани появляются. Как тот или иной дизайнер трактует свою коллекцию, какую идею он туда вкладывает. И как в каждом изделии он эту идею проносит. Поэтому у нас там журналы и шоу детали, и другие модные издания. И мы смотрим, отслеживаем, дискутируем. То есть вот эта насмотренность, да, глазами, глазами мы работаем. Я хочу, чтобы они еще от занятия к занятию тоже отслеживали и мне высылали свои какие-то идеи. Сейчас юные дизайнеры готовятся выступать на международном конкурсе. А для этого создать свою коллекцию одежды мало. Девочки учатся ходить по подиуму, изучают историю моды и культуру, участвуют в фотосессиях, а параллельно создают летнюю коллекцию. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».